Нам всем довелось пережить невероятный опыт проектирования пространства для новой жизни и реализации их строительства. В советское время трудно было себе представить, что появится частное архитектурное бюро. И одному из первых будет доверено работать над проектом реконструкции и развития исторического района Остоженко, микрорайон номер 17, в самом центре Москвы, недалеко от Кремля. И мне кажется, очень важно осмыслить этот опыт и надеюсь, что вот этот разговор, его такая сверхзадача, понять и сформулировать какие-то инструменты и, может быть, энергии городского развития, о которых мы как бы и догадываемся, но они не названы. И интересно увидеть себя в городском ландшафте Остоженко в фокусе вот этих тридцати, на самом деле, лет. Первый шаг к этому был сделан пять лет назад. Была выставка к 25-летию бюро Остоженко. В Музее архитектуры Александра Андреевич подарил мне эту книжку. К 20-летию ее делали. Значит, она устроена следующим образом. Расписана по годам, начиная с 89-го года. Главные события в стране, главные события в мире, в том числе и культурные, но особое внимание к мировому кинематографу. Каждый год расписана работа бюро Остоженко, что проектировалось, что строилось, что происходило. И еще сотрудники бюро Остоженко рассказывали, что у них осталось в голове, что они считали главными в каждом из этих лет. Книжка «Всем хороша», на мой взгляд, не хватает последней главы, которая бы ответила на вопрос «И что?». Что это было? И вот вообще, что это все значит для нас сегодня, для города, для нашей профессии, ну и для нас самих? Я бы, наверное, попросила сначала рассказать, а вот как случилось частное, ну и с первых в стране, бюро Остоженко? Что это было вообще? Как это могло произойти? С Перекура, конечно. Все начинается с Перекура. Перекур был в мастерской здесь Веснины. Андрей нашел меня и говорит, не пора ли нам расстаться с граждан проекта. В те времена все работали в институтах больших, но настал момент, когда появилась возможность искать другие пути. Это в воздухе летало, что что-то новое должно происходить с каждым, кто желает этого нового. Ну, перестройка, во-первых, началась. Ну, сначала, если попрощались с генеральными секретарями, один за одним. И это произвело на всех такое впечатление, что прямо... Сильное впечатление, что все, вот сейчас что-то произойдет. Что проектные институты не нужны? Нет, уже тогда в советских организациях, ведь еще был Советский Союз, политбюро и все такое. Но уже тогда там начали происходить другие экономические процессы. Больше послабление стало, людям стали зарабатывать, если они работают, они просто сидят, да. Появлялись какие-то там не только бюро архитектурные, а разные другие организации. Кооперативы. Кооперативы. Ну, где угодно. В любых сферах. Поэтому это все было общей жизнью, какая-то не отдельная. То есть это было желание просто получать не зарплату, а начать свой бизнес профессиональный, да? Вообще, зарплата это только часть, вообще это свобода. Прежде всего это свобода. Творческая или какая-то? Творческая. Всякая, всякая. Экономические свойства. Ну и как образовалась Беруси тоже? Ну вообще у этого есть такая база, это решение правительства Москвы, тогда это называлось Мосгорисполком, развитие этой территории. Территория предусматривалась в развитии больше, чем, ну, описано, в первую очередь, Астоженко. Правильно я понимаю, микрорайон номер 17? Микрорайон номер 17, да. И это постановление было разработано с большой тщательностью местным исполкомом Ленинского района, который сейчас называется Хамовники, где было расписано, в какие годы, с какой очередностью. Здесь должно ввестись проектирование, строительство и так далее. И не случайно, вообще у этого постановления была такая предпосылка, вот после 35-го года, когда утвердили генеральный план Москвы, застройка была здесь запрещена. И поэтому здесь сохранились такие тихие уголки, в которых Совмин решил построить дом для членов правительства. И вот эта реакция жителей на это строительство, которое началось внутри усадьбы, со сносом там парка, со сносом какого-то детского профилактория. На месте пруда? На месте какой-то лужицы, там был не просто ключ, а ключ, на месте ключа они стали строить этот дом. И вот жители вышли тут со всеми, как положено, транспарантами и сказали, нет, значит, зачем вы тут строите. И поэтому Малютина, которая организовала это постановление, она была заместителем председателя исполкона местного совета, она, значит, решила вот эту вот энергию направить в правильное русло. Во-первых, пообещать местным жителям, что они получат квартиры, хату Савмира будет строить на 50% себе, 50% жителям... То есть Малютина сыграла судьбоносную луку в городском развитии. Мало того, она где-то встретила Кудрявцева, Александра Петровича, он говорит, а не слабо в Мархии взяться за такую работу? Он сказал, что он не слабо. И он не знал, что это дело закончится настоящим постановлением. А когда постановление состоялось, возникла паника, потому что проектного подразделения в Мархии нет. А здесь все четко расписано, к какому году, сколько метров там, какие дома. Почему возникла идея с Мархией в то время, как были там специализированные проекты... Малютина, женщина мудрая. Ей казалось, что если поручить это институту генерального плана, они сделают опять старую какую-то самовую застройку. То есть возникло какое-то разочарование в результате... Перестройка же, во дворе перестройка. Надо делать все по-другому. Как раньше делали вот так? Будем делать по-другому. Андрей, кто-то из ВОСов коммунистических, московских, вообще сам сказал напрямую, нам моспроекты, кто-то тут не нужно. Они опять лажут. Это Малютина сказал. Малютина прямо сказала. И там был дядька, который в горплане тоже самое говорил. Хлопал нас по плечу и говорил, молодцы, молодые, правильно, вам здорово. В общем, оказалось, что по законодательству не проходит ни Мархии, ни... Мархии проходит здесь, но у него нет юридического лица. Надо было создать это юридическое лицо, проектную организацию. Я не хочу, говорит, терять роль Мархии. Так лежало, говорил. Давайте при Мархии создадим проектную организацию. Недолго думали, там, он лежал, как обычно, быстро. Посмотрел так вот. Это будет, конечно, научный проект. Центр, конечно, центр. Мархии же это центр. Вот, получилось, это МПЦ, аббревиатура. И вот мы все работали в МГП. Причем слава Байшеве и Коняшине примела на весь МГП. Что это самые крутые архитекторы, они там любые проекты, там, косин, такие, которых никто не видел. Я чувствовал подпор, что если я в это дело ввяжусь, то у меня стена не голая. У меня есть там пара людей. Организовалось это научно-проектный центр. Договор заключили. Но совершенно было очевидно, что мы не знаем, что с этим дальше делать. Понятно. Главное, лежав, не знал. И лежав, не знал. Потом мы все вспомнили, что лучше у Гутнова это никто не делал, а у Гутнова Юницев и Скоков. Юницев сразу пошел в отказ, сказал, что он делает гимпан Москвы, ему это Остоженков барабан. Александр Андреевич, мы созвонились, он говорит, проходите в мастерскую на Новокузнецке, в Климентовском переулке наверху, вообще большая честь. А это серьезный человек. Я чувствовал, что мы идем на очень важную встречу. И мы приехали к Скоковному, в эту мастерскую. Скокон спросил, что-то спросил. Я скажу сейчас, что-то спросил. Спросил, договор есть. Есть. Все, нормально, работает. Я худ фондом был научен. Да, Александр Ильич работал в худ фонде. Официальный день рождения архитектурного бюро Остоженка. Это декабрь 1989 года в составе МПЦ. Примархи? Примархи. Потом в феврале 1990 года возникло юридическое лицо отдельное, малое предприятие, хозрасчетное архитектурное бюро Остоженка, тоже учредителем которого был мархи. А потом уже появилось товарищество с ограниченной ответственностью. Ну, то есть вы упустились в самостоятельное плавание? Другая страна. Это был Советский Союз. Советский Союз кончился в 1991 году. А до 1991 года мы под законом Советского Союза существовали, работали и так далее. Просто по закону. В каком году был проект, да, проект реконструкции? В июне 1989 года. В июне 1989 года. Александр Андреевич, а в чем заключался этот проект? Какие основные его принципы, ценности, которые он продвигал? У этого района была очень сложная, я бы сказал, трагическая судьба. Потому что он весь как бы существовал под тенью того, что происходило здесь. Значит, когда возник храм, то оживилась вот эта вся территория. Когда храм взорвали и стали строить дворец Советов, то есть здесь прошли проспекты, ну и так далее. Все эту историю знают. Короче, дворец. За советское время, благодаря этой консервации, не было построено практически ни одного нового дома. Поскольку в то время назревали всякие уже такие волнения по поводу того, что Москва вся ломалась и так далее, и общество, память и так далее еще в хорошем смысле было очень активно. Было, естественно, принято решение, что проект должен работать на то, чтобы максимально восстановить, воссоздать вот эту утраченную городскую систему. Ну и, собственно, проект состоял из нескольких частей. Была проделана очень тщательная аналитическая работа. То есть были исторические исследования, было обследовано с помощью наших партнеров каждое землевладение. Они настолько ценные, что сейчас их принимают в музей Москвы. Дальше экологические обследования, социальные обследования и так далее, и так далее. То есть у нас был полный портрет вот этого места. И я считаю, что в Москве это методически такая тщательная работа была впервые проведена и произвела большое впечатление. У него очень аспект, он вытекал из тщательного изучения истории, как мы выяснили в процессе изучения. То есть вся территория состоит не просто из улиц, перелогов и кварталов, а каждый квартал внутри себя имеет такие характерные членения. Мы выяснили, что это домовладение, землевладение или, как нам под кем-то умное слово, парцелла. И мы в результате все вот эти кварталы разделили на вот эти парцеллы, которые, с одной стороны, совпадали с историческими, а с другой стороны, учитывали уже какие-то современные реалии. Ну, я считаю, что в любом случае это был полезный прецедент в московской практике. То, что вначале казалось смешным, и меня, помню, переспрашивал Кеглер, глава Московского, «Как ты на это сколько говоришь? Как это слово? Парцелла?» Мы говорим, да нет, вы не обращайте внимания, потому что еще был социализм, он говорит, что это частное владение было нельзя. Он говорит, да нет, это просто такая, как бы модульная такая единица для работы в историческое сырье. Ну, ладно, ладно. Вот, с этим согласились. Но, тем не менее, в Москве это была новость, и потом это, как бы, понимаете, это как те самые открытия. Это не открытие, это просто вспомнили то, что было всегда. И поэтому это открытием и назвать нельзя. Теперь это все совершенно естественно и так далее. Я думаю, что это и было, на самом деле, самым главным достижением этого проекта. И вот коллеги, которые здесь с нами сидят, Сергей и Юра, они, наверное, могут подтвердить, что вот тот материал, который был сделан, и который, как бы, должен был регламентировать всю дальнейшую проектную деятельность на этой территории, он их не слишком сильно, в общем-то, лимитировал. То есть не были навязаны никакие там ни вкусовые, там, ни стилистические, ни еще какие-то там, не знаю, характеристики. Мы у них спросим. Да, я думаю, они не в обиде на нас в этом смысле. И помимо, там, я не знаю, этих порцеляций, там, я не знаю, этажности, 5-10-й, мы распределили, расписали все, что должно происходить на первых этажах, так называемое, то, что сейчас называется ритейл. И мы согласовывали это в комиссии по первым этажам. И здесь был ремонт пылесосов, а здесь ремонт кипятильников. А была такая комиссия? Была комиссия по первым этажам. И это было абсолютно всерьез, и предполагалось, что это навсегда. В СССР это было, это когда был Советский Союз, что было? До 92-го года. Здесь были детские сады. Да. Серьезно, сколько? Комиссия по первым этажам. Там назначалась функция, назначалась функция на каждое помещение. Навсегда. Вау. Интереснейший факт. Да, конечно. Благородное название комиссия по первым этажам, она, конечно, должна быть сегодня. Да. В городе. Это уже как-то по вторым, по третьим. Нет, по первому, это ритейл. Нет, по первому. У нас есть чертеж, где были черчены общественные пространства. Тогда, вроде об этом никто не говорил, но благодаря, в общем, этому опыту и Гутновской мастерской, Александр Андреевич эти выдумал. И мы сначала даже не очень вглубились. Да, я не выдумал, они были. Они были пешеходные дворы. Есть какие-то разрывы в плане, это эти два направления пешеходных, которые дублировали Осложенку и набережную, они были здесь пропилены. Мы через дирекцию Осложенку пытались это закрепить как отдельные участки. Но Москомзем категорически отказался оформлять их как отдельные участки. Дело в том, что все переулки, как водится, ведут к набережной. И они очень ливные, это тлинный квартал. И по этой причине кварталы выстраиваются без капилляров. А в тот момент мы застали как раз такое состояние, когда они естественным образом были проложены как дикие тропы. Проходные дворы. И хотелось их закрепить уже в градостроительном таком плане. Вот. Было еще уделено большое внимание социальной проблеме, о чем Андрей упоминал. Это так называемый 50-50, то есть девелопер по тем временам в начале этого хазу Салмина. Должен был строить сколько-то метров для себя и столько даже метров для жителей этого района, которые должны были остаться на этой же территории. Инновацию. Да. Нет, но все это было абсолютно всерьез. И, значит, местная публика, узнав, что никто их не будет отсюда выселять, успокоилась. Но вся эта социальная программа, она оказалась очень наивной. И в жизни, конечно, все произошло не так. Всех этих жителей коммунальных квартир довольно быстро усилили. Предлагаем не через какое-то неопределенное время, а буквально сейчас. Ключи от квартиры. Дом Чертаново. В Дивунино. И зачем-то попытки-то были. Если помнишь, вот там, где дом Сергей сделал, вот этот вот, мы делали проект, который должен был переселить конкретных жителей из конкретных квартир. С привязкой к квартире, да, я помню. Абсолютно. Мы сделали полную квартирографию, совпадающую с заданием. Это как сейчас виноваться им. То есть казалось, что это всерьез все. Действительно, проект все было сделано. И потом постепенно все это куда-то... Ну, в общем, то, что как бы построилось, во-первых, мы никак, конечно, в 89-м, 90-м году не могли предугадать ту жизнь, которая происходит сейчас. Мы не могли предугадать вот этих самых замечательных застройщиков, которые потом все это застроили и сделали из Остоженки знаменитую «Золотую милю». Мы, конечно, не рассчитывали на это. Наш проект был более какой-то социальный. Но, с другой стороны, получилось это или не получилось, надо спрашивать у тех людей, которые живут в этих замечательных домах. Стратегические идеи были ли заложены в этом проекте? Когда нам казалось, что эта территория так глубоко больна, глубоко поражена, это были пустыри, заросшие деревьями, редкие там сохранившиеся старые дома. То есть нужно вернуть сюда жизнь. И вот способ вернуть жизнь в эту историческую территорию, во-первых, действовать какими-то средствами, которые были бы сумасштабны вот этой среде. И вот с этой, с точки зрения вот этих землевладений, которыми предлагалось вести вот эта застройка, я думаю, это был правильный ход. И, кроме того, мы в каждом таком землевладении предположили, исходя из каких-то таких щадящих режимов, некий потенциал. То есть что можно построить там на этой, этой или этой территории. И надо сказать, что поначалу застройщики, которые здесь появляются, относились к этому серьезно и сокрушались, и говорили, а больше можно было, нет, нельзя. И они в слезах уходили. Это недолго длилось, это годы через 30, мы уже перестали приходить. А в каком году, простите, это закончилось? А вот в каком году это закончилось, я думаю, примерно в 2000-м. Нет, раньше, раньше. 98-го, 96-го, 7-го. Когда тебе на Лоховского дом-этаж прибавили. Значит, удалось как бы запустить сюда жизнь. И жизнь, она, в общем, была не столь разрушительна для вот этой исторической среды, как и там имело место в других исторических районах. Ну и что общего между проектом реконструкции микрорайона номер 17 и той действительностью, которая сложилась, ну, допустим, на сегодняшний момент? Ну, я бы сказал, что в архитектурном плане, ну, я не говорю о стилистике там каждого конкретного дома, а о фасадном решении. Я, скорее говоря, о каком-то общем объемном. Примерно, в общем, все соответствует нашим затеям. То, что в социальном плане, ну, самая, как бы, глобальная функциональная затея была, да, тут и придумывать тоже ничего не надо. Что вся активность, она идет вдоль Остоженки и идет вдоль набережной в набережную. Вдоль набережной она не так активно развивается, как хотелось бы. Вот. А середина, она, в общем, вся живая. Ну, так оно и случилось. Значит, а то, что этот район оказался не та, как бы, городская жизнь в нем происходит, которую мы имели в виду, ну, это бы я считаю... А чем Остоженка была для вас раньше и чем стала теперь? И вообще город ее обрел или потерял? Значит, как сказать, для меня это место, куда я любил ходить, гулять. Я любил ходить сюда с друзьями, понимающие, я там делал это место, где стояла пивная, вокруг был нос, таких заводших кустами зеленых, уютных мест, где можно было с двумя-дремя кружками воединиться, селиться на какой-то ящик и прекрасно проводить время. И тут еще было много таких мест. Вот. Этой Остоженки нету. Ну, значит, с одной стороны, можно сказать, город потерял или приобрел. Во-первых, что мы называем городом? Значит, значит... Мегаполис Москва. Да, мегаполис Москва. Ну, не знаю, если я часть этого мегаполиса, то я, как обыватель мегаполиса, я скорее потерял. Мне негде там выпить пиво. Кусты и крошки – это СССР. СССР кончился, правильно? Ну, правильно. Ну, вот приобрел такой внешне благоустроенный район, у городских властей нет, особенно после последнего вот этой самой благоустройства, нету проблем, что кто-то скажет, что же у вас там в центре города какой-то свинушник. Ну, для нас, городских жителей, в общем, не важно, что там, как городские власти будут отсчитываться. Такая проблема, я ее называю туризацией. Туризация города. Это касается не только Москвы и не только этого района. Значит, людей, которые мы видим здесь, это не жители этого района. Жителей этого района мы здесь не увидим. И кто они, они вообще как бы существуют за занавеской. Это какие-то туристы, это какие-то приезжие, это какие-то люди. Люква-Джоу. Да. Очень много китайцев в последнее время, и вообще вся эта набережная и дальше Флонзенская, она стала каким-то образом китайская. Значит, что произойдет дальше, значит, пойдут ли китайцы дальше вверх по этим переулкам, этого не есть. Нет, нет, вы сходите и посмотрите. Бывает, наверное. Каждое утро наблюдаю, там прям. Выясняли, почему, например, в новом китайцев бывшие эти строительные выставки, где там эти всякие магазины, там какие-то. Ну, там ювелирные магазины. Если они в сортир туда ходят, потому что все эти экскурсии на автобусах, это не продумано. И, значит, там они останавливаются, они с удовольствием идут писать, потом возвращаются. Там же сразу возникло несколько ювелирных магазинов, где, значит, после этого хорошо что-нибудь купить. Ими неактуально. И так далее. Так что, понимаете, вот эту жизнь мы предсказать не можем, сценарий этой жизни. Но мне кажется, что главное, ну, заслуга, может быть, градостроитель, что мы не создали каких-то непреодолимых препятствий для каких-то различных вариантов развития этой жизни. И вот так как бы жизнь, которая здесь случилась, развилась, ну, я не думаю, что ей как-то там особенно тесно и как-то неуютно. Правильно я поняла, что есть тоска в бюро и желание восстановить вот эти общественные пространства, так называемые капилляры? Есть сожаление о том, что многое из того, что было в этом плане очевидно и было задумано и даже воплощено в чертежах, уже не состоялось и никогда не состоится. Но это не значит, что это потеря или невозвратная такая единственная. Здесь очень много, может быть, программ, которые еще более актуальны, чем эти вот пешеходные ходы, да, поперек движения, направленного к реке. И очевидно, как любая серьезная задача, если уже она задается, скажем, мастер-план на уровне вот уже сегодняшней заготовки, где мы имеем уже золотую милю, а не обшарпанный район, забытый Богом и простоявший 70 лет там, как у расстрельной стены, обреченной на полный снос. Это другая картина. И здесь другая задача. Она должна быть прежде всего поставлена. Это задача. А решить ее, конечно, нет. Но поставлены кем? Вы можете сформулировать? Общество. Или соцзаказ должен быть? Да, это общество, это экономика, это хотя бы то, что в тот момент, когда это проектировалось 30 лет назад, никто не знал, что такое частная собственность применительно к городу. Теперь, может быть, это более ясно. И, исходя вот из понимания уже частной собственности на территории городские, может возникнуть совершенно другая программа. Несмотря на то, что многое из построенного сохранится, но многое может быть реконструировано, реставрировано и дополнено. Я считаю, что нужно учиться на своем опыте. Мы начали эту работу при социализме. Переходя к капитализму, сохранили советские проходные дворы, которые ничьи, никому не принадлежат. И потерпели в этом ожидаемый фиаско. Ожидаемый. Значит, вот сейчас не надо пытаться делать то, что ожидает такой же фиаско. Я считаю, что все разговоры, что этот район нежилой, там он темный, там никого тут нет, они только с одной стороны фиксируют ситуацию, но с другой стороны, если вспомнить, что такой этот район был все время его существования, там никогда и не было этой истории. Валер, мне кажется, ну что вспоминать, что было? Нет, нет, нет. Мне кажется, равняемся на ожидания и времени. Ну и так не бывает. Если у места не было истории, какой-то долг, который, естественно, складывается, она и не появится ниоткуда. На это нужно время. Я не с этим спорю. На это нужно время просто. Мне кажется, что все-таки, когда мы говорим о развитии территории, то главное ожидание сегодняшнего дня, то, что нужно людям сегодня, а не сравнивать с тем, как было плохо или там. Через 10 лет тут протолкнуться нельзя будет. Вот как сейчас все страдают там в Италии и везде, что пройти просто невозможно. Здесь тоже похожее будет. Сергей, чем Остоженка была раньше, чем стала теперь? Это там для города и лично для тебя обретение или потеря? Ну, для меня Остоженка началась не 30 лет назад, а 20 лет назад. Когда Сергей Гришин меня пригласил в проект. На этот перекресток. Ты был знаком с проектом? Остоженки, но первое, что я сделал, я с ним познакомился, естественно, конечно. Это была твоя инициатива или это была предпоследовательная? Это была моя инициатива. Да, я уже все-то рассмотрел эти все высотности, поцелы, плотности. Впервые, по-моему, и, в общем, по-моему, это был единственный случай в моей жизни, когда заказчик не требовал никаких метров. Ни высоты, ни метров. Остоженки очень повезло с Кузенцом. Да, потому что это был абсолютно интеллигентный человек, он понимал, что продастся все, но если квадратных метров и квартир будет слишком много, они начнут дешеветь, давить друг друга. А как он тебе ставил задачу? Он сказал, что надо нарисовать очень красивый дом с очень хорошими квартирами. Даже сам процесс строительства, он превращал в некое шоу, потому что я помню, как мы бетонные стены втихаря ночью за лесами обкладывали кирпичом, чтобы заказчик думал, что это дома из кирпича. Там толщина наружной стены была вот такая. Сейчас, по-моему, единственный в Москве и, может быть, даже в современном мире до, в котором толщина стены около метра. Она изнутри тоже была облицована кирпичом. Это для продажи. Аналог только храм Христа Спасителя, который по той же минуте построен. Это, конечно, была абсолютно такая развратная ситуация, потому что мы делали все, что мы хотели. Даже вопрос цены строительства не стоял. Сергей, а на Остуженке ты познакомился с проектом, очевидно, не прошел мимо тебя тезис Александра Андреевича о том, что современный язык должен быть нейтральный, без цвета, вкуса, запаха. Ну, чтобы... Не было так. Не было. Он не давал это указание другим архитекторам. А тут мы все были амбициозны. Мы не искали эту истину в текстах других архитекторов, ни в книжках, ни в рассказах, ни в разговорах. Мы ее копали сами, как кладоискатели в Америке. А как сложился образ Куперхауза, который мне нравится, я считаю, актуальным до сих пор? Сложился за один день. Потому что я сел, нарисовал эскиз. Ну, вот мне так захотелось. Там был очень узкий участок. Там был просто сквер такой, парк маленький. На его месте стоял вот этот домик. Да, это домик, который... Да, я помню, как его домик ломали, потому что там последняя семья не хотела уезжать. Им нашли квартиру где-то вообще... Очень близко, да. Очень близко. Они все равно не хотели оттуда уезжать. Весь дом был уже почти сломан. И вот они там сидели. Вот я помню это. Я негодовал по этому поводу. Я ни в коем случае не занимал их позицию. Потом оказалось, что они там не жили. Они там страшные прохидеи, потому что они квартиры в этом доме. уже обреченным на снос, уже подписано было постановление. Они все равно сдавали бомжам каким-то или странным людям и получали с этого деньги. Понимаешь? И жулики, в общем. Ну, в общем, да. Район Остожника сегодня. Можно ее считать в том виде, в котором она существует, эффективной городской территорией? Вот архитекторы, которые занимались этой территорией, все, практически все, понимали, в первую очередь, некую уникальность, ценность этой территории. Они не пробили здесь никаких проспектов, новых улиц, не изменили историческую ткань этого города. А это было в вашей компетенции? Это было в нашей системе ценностей. Когда мы только взялись, сколько он сказал, два тезиса. Это мы восстанавливаем исторические домовладения и не закрываем ни одного переулка. Мы там не восстанавливали исторические, а на основе исторических здесь были. Некоторые же не совпадали, уже были построены другие дома. Мне кажется, что это очень удачный, такой тихий и очень уютный квартал, по которому очень приятно гулять. Да, здесь сейчас немножко не хватает, чуть-чуть общественная жизнь, не хватает кафе, ресторанчиков. Первых этажей. Первых этажей, да. Но эти все первые этажи были спроектированы. Мы проектировали всю эту территорию. У нас вообще все первые этажи были сплошные, ресторанчики и так далее. Ну, если тебе хочется какого-нибудь уединения и какой-то тишины, просто походить по улицам, посмотреть на то, как современная архитектура соседствует с, скажем так, несовременной какими-то там подделками или что-то еще. Там есть какие-то старые дома, их совсем мало, но тем не менее все-таки есть. Почти вся Сноженка, она почти вся новодельная. Конечно, в итоге, в итоге. Да, но тем не менее она как среда, она очень комфортная. Там мало людей, машин, там есть какой-то дух. Мне кажется, людям, которые там сейчас живут, им в этом смысле может быть даже и хорошо. Уж нет этой туристической суеты какой-то и так далее. Вот то, что ты описал, это взгляд художника, а глазами всех остальных жителей Москвы и России, это золотая миля. И у меня такое ощущение, что золотая миля началась с дома в Молочном переулке и с Куперхауза. Вот с этих, когда она началась? Нет, она началась вот с этих двух домов. Смысл был в качестве этого жилья, которое здесь было построено, неважно в каком это виде появилось. Важно, что это стало новым эталоном качества. Ну и масштаб совершенно камерный. Есть много факторов, мне кажется, которые совпали. В основном же это был подъем цены на нефть, это же не только здесь было. И поэтому здесь и политически Москва была более привлекательна городом. Почему сейчас здесь дешевое жилье? Потому что политически не привлекательный город. Интересно обсудить вопрос Ирины о том, что золотая миля – это какой-то мертвый район, в котором там не светятся окна. Мне кажется, что если бы в мастер-плане было выдержано вот это сегодняшнее правило ЮНЕСКО, Хабитат, что в рамках одного квартала должно быть 40% нежилья, то есть, а может быть оно и было у вас, кроме правила первого? Нет, здесь была новая главная химия. Здесь была госпеховка, которая показывает, что здесь действительно микс. Вот это вот рябенько – это культура. Вот это вот предприятие обслуживания, учреждения здравоохранения, детские учебные заведения, которые все выхолочены. У нас был один банк, это вопрос еще человеческих потоков, потому что Асторинка, она мало населена, и для выживаемости вот этих первых этажей… Она тупиковая, прежде всего, тут набережная. Она тупиковая, набережная, очень… Везде, где река, там не хватает концентрации. Вот если мы меряем по европейским городам, там немножко другая ситуация. Если там 200 или 300 лет была активность, вот на этих улицах, переулках, она никуда не девается, она продолжается. Больше там микс, меньше микс, она живет все равно. Если здесь не было этого никогда, оно будет постепенно появляться. С твоей точки зрения, что сегодня, значит, Асторинка для города? Город ее обрел в том виде, в котором она существует, или это потери? И как ты вообще оцениваешь, что это за территория? Ну, я бы так сказал, поскольку там живу рядом, прямо вот здесь, удивительное открытие, которое я сделал для себя, что весь центр Москвы, это, в принципе, такая же заброшенная руина, как и вот эти панельные районы, о которых все говорят. Это ткань абсолютно вымороченная, в которой никакого нет нерегулирования, ничего. С островками благополучия какого-то. Причем в этом случае здесь совершенно азиатская природа этого города, что возникают абсолютно закрытые всякие комплексы, которых тут не очень много. Вот когда Ива говорит, что там много не горит каких-то окон, да там полно живет всякого народа. Есть просто несколько домов, которые непродны, потому что они дорогие или там замороженные. Там очень много коммуналок. Я, например, у меня в доме все коммуналки, где мы живем. Это на той стороне? На той стороне, здесь тоже их, по-моему, было. Ну, может, здесь было очень много. Сейчас их подрасселили. Ну, есть обычные дома, там есть жилые окна. Там, если ты идешь по улицам, это нормальный и респектабельный жилый район. Вот ты говоришь, я живу с этой стороны, а это с этой стороны. Вот для меня улица является центром, а вам достался микрорайон, который порезан по улицам. Поэтому, конечно, если проектировать, то можно улицу проектировать, как сейчас делают. А можно улицу еще с двумя районами, ну, как они связаны. И абсолютно очевидно, что, конечно, к реке это затухает. Почему-то так застроили Остоженку, мое ощущение было. Просто там же близко к реке, там не было богатых домов, там был какой-то пром, ну, вот эти фабрики, маленькие домики деревянные. Тут был лесосклад, склады и так далее. Там в рёмно затаскивали, вот вот и гвозди делали. Теоретически, если говорить о мастер-плане, как мы его сегодня понимаем, то если бы из этого хотелось сделать живое место, то вот в этом 1987 году, ну, представьте себе, что появился бы мастер-план с регулированием, чтобы здесь возникли какие-то общественные центры. Совершенно по-другому этот район перепридумать, но это тоже можно было бы. Да, конечно. То есть это вопрос, какие механизмы действуют, кто платит деньги, город, извиняюсь, вовлекает в это. Кроме архитекторов, я не вижу никого, кто привнес бы в это вообще хоть какое-то качество. Например, когда Серёжа делал этот зелёный дом, там сохранился какой-то проход, там приятно погулять. Поэтому архитекторы, они, ну, немножко были на стороне, ну, скажем, какого-то качества. Добра. Но город не может жить. В чём причина деградации? А потому что просто этот город никому не нужен и до сих пор. И что говорите о мастер-плане острых городов? Что значит, Селеводор? Есть, есть, город целиком, это место для извлечения какой-то, я даже не пойму, для чего. Город, он единый, и выделять Остоженку из этой дискуссии, сказать, что здесь что-то сделано хорошо, ну, или там, плохо, я бы побоялся. Вот хороший вопрос, мне кажется, который можно было бы обсудить, поскольку мы в доме архитекторов, то насколько архитекторы могут повлиять на городское развитие за последние 30 лет? Я помню времена, когда, условно, вот регулирование типа вашего, ты приходил на этот ЭКОС или куда-то, и все знали, что этот дом надо сохранить. И все эти застройщики, они даже там были, а можно там перекрытие поменять? Нет, нельзя. Ну, мне кажется, что ключевой вопрос здесь, в какой момент были упущены эти... Этот момент окончательным образом определился, когда архитектура подменилась недвижимостью, превратилась в товар для получения прибыли. Дима, как вы оцениваете Остоженку, чем она была, когда вы пришли, и чем она стала? Ну, вот для вас. Ну, я ее оценивал как такую очень лиричную такую территорию, забытую, да, руинированную, наполовину руину, где, в общем-то, непонятно даже, что это еще где-то деревенские какие-то мотивы сохранялись в центре. Ну, вот Юрий Эдуардович нам сказал, что мало что изменилось. Да, на самом деле она как бы представлялась из трех таких частей, вот, как бы такая капитализированная голова, вот, у нее, да, да, которая с появления храма Христа Спасителя очень плотно там спеклась, застроилась и начала, по крайней мере, этот процесс. Потом вокруг храма, значит, земли этого монастыря существовали, они в таком очень таком дискретном, дисперстном таком виде существовали, так как и в селе вот эта вот клетка монастыря клавала всегда. Вот, и крупные какие-то комплексы, партерная застройка, вот, вот, в западной части Остоженки. Ну, сейчас это деление немножко, оно, как бы, затушевалось и, как бы, сейчас все немножко диверировалось. Полноценная эта городская территория, с вашей точки зрения? Еще она окончательная и не нашла себя. Мы, вот, когда делали этот план, в голове еще только формировались вообще ценности. Понимали, что, как бы, переход какой-то собственности частной, ну, не имели понятия еще о ней точно. Но вот эти вот уже подготовлены были границы, и это все, как бы, прижилось. Но, что мне кажется, что еще предстоит какой-то и пережить итерацию, вот, может быть, мастер-план новый появится. С одной стороны, как будто ни одного пятнышка не осталось, ни застроенного. Тем не менее, недопеченность этой территории очевидна. В целом, не сбалансировалась живая и общественные функции, которые были здесь заложены, но не могли воплотиться даже в той мере, которая была в проекте. Ничего плохого нет в том, что кто-то видит этот район, как будто бы еще не до конца живой. Это впереди, на мой взгляд. Городская среда здесь очаровательная. Вот насколько она востребована и насколько она используется горожанами и гостями столицы. На ней поднялись замечательные девелоперы. Наверное, они незаурядные люди. Кто-то здесь вложил деньги, покупая квартиры. Ну что от этого города? Крупным вот этим очень сверхдорогим жилым комплексом, которые здесь образовались, им эта активность городская не нужна, она им будет вредить. Это та тихая часть города, которая как бы городом была в одно время оставлена, она была им не востребована, потом город ее как-то подобрал, но она все равно сохраняет на себе вот этот оттенок немножко провинциальной глуховатости, то есть труднодоступности, нету связи. Это не коммуникационный центр, это остожье. На самом деле, чего греха таить, это место называют заповедник современной московской архитектуры. Здесь самые красивые дома Москвы, построенные там в интервале между 95-м и 2020-м годом. Было задумано изначально, что ни в коем случае не одна здесь команда должна работать, а предполагалось, что вот такая картина, состоящая из множества деталей, да, вот такой калаш очень сложный, в нем должны участвовать все, все лучшие. В самом начале этого проекта был сделан такой экономический расчет, на тот момент это было тоже прогрессивно. После ТЭО, помнишь, был анализ ценностей каждого участка, каждой функции. В начале 90-х годов, когда был как раз сильный интерес к строительству офисов, и вот эта офисная функция стремилась проникнуть вглубь этой территории, в центр, я помню, мы достаточно серьезно этому противостояли, потому что нам казалось, что этот район все-таки жилой. Но не архитектор это определяет. Мы его плавно как мы определяем, но именно жизнь. Вот этот домик, который мы там проектировали, он очень отдельный, стоит маленький такой домик. Мы всегда говорили, что это рядовая застройка, он должен слипнуться, срастись вот с этим, или встать в одну строчечку, замкнуть квартал. Обязательно должен быть жилым. Но на рынке продавались офисы, а жилье не продавалось. И Capital Group что сделал? Построил там офисы. И офисы, амитвили часть территории, потому что они анонимизировали часть, они превратили ее в анонимные. Это неконтролируемый доступ там. Значит, рынок самый главный вижущий из силы городского развития. Рынок, да. Придумывать какие-то модели на кончике пера, как должен жить город или какой-то район, это достаточно наивно, потому что экономические предпочтения, они, безусловно, накладывают на это свой отпечаток. На самом деле, проект Росложники все-таки, что ни говори, это проект, так будем говорить, постсоветский. Так как он возник на переломе между старой жизнью и новой, он несет все признаки... И вот такой вот полусоциального проекта. Здесь все, например, детские сады, которые здесь были запроектированы, они каким-то странным образом превратились все-таки в жилье. Город нашел достаточно доводов, что здесь жилье нужнее, чем социальные объекты. Это, наверное, претензии к любому генеральному властью. К любому генеральному властью. Город, например, считаю, что это было одним из очевидных достижений, когда мы здесь вспоминали, чего же добилась Остоженко вот этим. То, что сюда не удалось затащить крупные офисные объекты в центр, это все-таки определенное достижение. Те самые три года или пять лет, о которых говорил Александреич, когда нашего мнения слушались. Все время звучит эта мысль и у всех, и у Скокона прежде всего, что было время, когда можно было на что-то влиять. Вопрос об упущенных возможностях. У меня абсолютно нет такого ощущения, что мы там что-то упустили, не доделали, в чем-то там виноваты и так далее. Я абсолютно убежден, что все, что можно было сделать, мы сделали. И абсолютно осознанно, честно работали на 100%. Безо всяких скидок. А вот жизнь устроена тем не менее так. Вот мы там в Каравейнику империулке имеем ряд памятник, маленький домик рядом, проектируем такой же высоты, проходим там икосы 8 раз, еще чего-то построили. Все. Через три года икос все еще существует. Напротив, югославские компании проектируют в три раза больше домов. Вот это было сплошь и рядом. И когда мы, поскольку мы могли на что-то влиять, мы это делали. Когда это перестало работать, перестало действовать, реально стало растворяться, и тут появилось много соучастников этого процесса, очень много разных, мы, конечно, потеряли все эти нити. Вы сделали колоссальную работу и по сравнению с другими районами суперуспешными. Вообще я не про это спрашиваю. Я спрашиваю, ну вот что, задача и ответственность архитектора, действительно, сидеть и проектировать объем в рамках задания, или все-таки пытаться с позиции, с высоты своего профессионализма влиять на городское развитие, ну не знаю, каким образом, выстраивать коммуникации с какими-то структурами, которым даны полномочия, или там, кордить какими-то другими путями, которыми ходили Алексей Викторович Чусев и Борис Иоафан в свое время. Вы знаете, не случайно Юра так заинтересовал вопрос про комиссию по первым этажам. Да, 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 да. Вот в тот момент, когда, вот это был момент, когда город фактически отказался от своей регламентирующей роли, вот такой вот развитии города. А вы что-то могли там отнять? Отребовать от архитектора, условно говоря, брать на себя функции. Вам досталась муниципальная функция по судьбе генпроектировщики? Нет, у нас была, у нас была, ну вообще это все авантюра. Конечно, никак не было, это закреплено было постановлением, вот этой функции генпроектировщика. Это одновременно, как же это? Да, но нигде не были описаны наши полномочия. Поэтому мы стали импровизировать в этой ситуации. Сделали дом престарелых для одиноких там стариков, которые в этом районе в коммуналках живут, его построили этот дом. Сейчас он стоит пустой, его скорость несут, построят там другой дом. А почему мы его не заселили? Ну потому что мы это, когда из-за человеческих побуждений делали, но у других людей, которые в московском там руководстве и в прочих конструкторах, у них нет этих чувств. Очень существенный регламент, который мы выдумали и навязали всем, это правила Брандмауэра. Конечно, это звучит смешно, что есть такой Брандмауэр какой-то, но это позволяет... Ну, во-первых, не мы его выдумали, не удалось не вязать. Да, мы просто взяли его из Гражданского кодекса Российской империи. Это соседское право. То есть, как бы сосед должен строить так свой дом, чтобы сосед тоже мог к нему пристраивать дом. Поэтому межевая стена должна быть без окон. Где это написано? В Гражданском кодексе Российской империи. Когда к нам приходили застройщики, например, вот нового дома, который проектировался, например, вот здесь, вот здесь и вот здесь, вот в этом месте. Мы говорили, значит так, вот на межу ставится стена, она будет без окон. Он говорит, как без окон? Ну, так, без окон нельзя делать окна. Почему нельзя? Ну, нельзя и все. Короче, мы имитировали это свое право, это регламентировать. Вот чудесным образом, вот, например, в этом квартале все поверили. И когда мы построили последний объект вот в этом уже застроенном квартале, вместо типографии мы вставляли дом, где потом стал банк, когда они снесли эту типографию, выяснилось, что ее по межам окружают три группы Бранмаура. Он говорит, как? Я спокойно могу вставить дом, и никто мне ничего не... Да, спокойно вставить. Какой-то уникальный случай. Это был уникальный случай, но это, в принципе, было заложено в том самом соседском праве, которое мы даже не очень интерпретируем, а прямо скалькировали из Гражданского Кодекса другой страны. И наш дом, где наш офис сейчас на Турчиненом переулке, он в сторону церкви имеет эту стену. Там образовалось одно окно. Происхождение этого окна. Это кабинет заказчика, который это значит. Он однажды сказал, Андрей Александрович, на работе? Я говорю, да. Вы не могли бы ко мне сегодня в 6 часов вечера зайти? Мы приходим, там у него в кабинете накрыт стол. Там коньяк, окна еще нет. Но стол уже есть. Вон, присаживайтесь, давайте поговорим насчет окна. И вот сколько он засмеялся. Сколько он засмеялся и говорит, ну хорошо. Значит, противопожарное окно с огнестойкостью 2 часа. Тут реально действительно поставил какое-то сумасшедшее окно с огнестойкостью 2 центра. Этому району очень повезло. Во-первых, у него с самого начала был некий такой сильный куратор Хазу Сульмина. Вслед за ним появилось финансирование невиданное для таких проектов, которое позволило разработать все вот эти историко-архитектурные исследования и все остальное, и сделать эту работу. Спасибо как раз Малютиной, которая вот в этот момент такой неуверенности и деморализованности власти сумела как бы навязать им вот эту новую силу, которой стал Мархи, и вслед за ним архитектурное бюро Остоженко. Спасибо, что здесь появился очень сильный фигурант Международный Московский банк, который, собственно, задал здесь определенную планку и архитектурную первым объектом на Остоженке построенным. Александр Ильич, вы вдвоем оказались у Юрия Михайловича Лужкова в кабинете, и он говорит, ну, хорошая программа, вы возьметесь ее воплощать там в строительном плане? Мы говорим, да нет, мы архитекторы. В таком случае подскажите, что сделать? Нужно там заказчика. И вот из этого разговора возникла вот эта организация, генеральная дирекция единого заказчика под названием тем же Остоженко. И мы параллельно существовали вот эти 15 лет для воплощения этой программы. И в принципе это были, ну, какие-то самые такие духоподъемные и результативные. И надо сказать, все шло вот как бы по-честному, что было удивительно. Повезло ли этому району, я, может, скажу сейчас, конечно, ужасную вещь, неправильно корректную, что здесь было бюро Остоженко, которое делало мастер-план. Вот я бы, ну, я понимаю, что это сейчас, конечно, странно задавать. А твое ответное это вопрос. Я не могу сейчас ответить, я могу такой вопрос задать. Я отвечу, я отвечу. Повезло, повезло, поскольку Гутновская школа проникла сюда вот в этом проекте. И она как раз и сдала вот правильный взгляд на решение проблем. Кроме того, привлеченные историки, социологи там и так далее, все специалисты, да, помогли это воплотить более-менее полноценно. Невероятная заслуга – это определение подходов, их формулировка при работе с исторической средой. Чего в то время никто не умел. На Западе, да, в России нет. Они первыми пошли в архивы. Этому никто не учил. И вообще никто не проходил эту школу. Это была советская школа, ее, напоминаю, строительство учили другому. А я уже несколько раз говорил об этих гражданских отношениях. Вот соседей и так далее, о процеляции. Это очень помогло избавить район от конфликтов, соседских в том числе. Здесь, например, все владения имеют спокойный доступ с улицы. Как на Таганке, там ты можешь войти в квартал и оказаться за чередой шлагбаумов, и никак не попадешь. Вот это большая заслуга. Вот здесь это самое главное. То есть такая более-менее простая человеческая организация. А у меня встречный вопрос. А повезло Остуженке, что появился дом в Молочном переулке и Куперхаус? Я считаю, очень повезло. Когда появляются точки отсчета, которые показывают, как по-настоящему надо действовать, это сразу выводит на другой уровень всю историю и намекает на то, что в будущем какой-то дом можно реконструировать и поменять фасады, чтобы он был как бы достойным всего остального. А если бы этого не было, был бы один уровень такой убогий совсем по строительству, то таких бы мыслей не возникало. Но все наплевали, во всем на это дело не было бы никакого будущего. Какие стратегии могли бы усовершенствовать эту территорию? Я нашел ответ на этот вопрос. С этим достижением я сейчас отсюда уйду. Мне кажется, что совершенно необходимо сделать ревизию мастер-плана Остуженки сегодня. Но именно уже на сегодняшнем уровне понимания, что это междисциплинарный проект, собрать новую статистику, понять, кто там живет, не живет. Вы сделали вещь, которая прожила сколько-то, но нет городов, который живет по одному мастер-плану, ну, скажем, там долго. Но я имею в виду исследования, которые можно сделать силами волонтеров или студентов. И это абсолютно необходимо для того, чтобы понять историю этого места, еще раз перенанести его на карту, ну, и подвести какой-то итог. И это вопрос для интернатуры даже. Да. Сделать, взять несколько интернов, которым интересно провернуть этот фарш обратно и посмотреть, что это такое, и все-таки сказать, что это за место сегодня. Это было бы просто полезно, потому что... Это было бы просто полезно, потому что... А я объясню, почему. Потому что, когда придут молодые люди, да, и будут смотреть на это все, у них не будет никакой совершенно ностальгии, не будет никакой системы ценностей. Они... Ну, конечно, все должны умереть. Да. Я хотел... Я просто хотел сказать, что... Это ведь хорошая идея. Те люди, которые... Те люди, которые будут пересматривать это все, да, они, конечно, на это все по-другому посмотрят. И как они посмотрят, мы совершенно не знаем. Мы не знаем, что будет, например, там, в 2050 году, да. Эта территория города понадобится, может быть, для чего-то другого. Или они ее просто закатают просто в газон и сделают здесь парк. Ну, вероятно. Совершенно верно. Да. Просто сказать, ребята, здесь эти все ценности нам не нужны. Нам... В городе легкие нужны. Дышать нечего. Ну, как зарядить. Мы сейчас здесь построим там три небоскреба и все закатаем... Ну, ладно. ...парком, парком, да. И, может быть, с их точки зрения, да, это будет... Сережки, я не как-то детектор, я просто как участник этого круглого стола. На самом деле, это какое-то значимое событие, которое... Нельзя оценивать в терминах успех или не успех, там, повезло ему или не повезло. Тут что-то произошло. Ну, скажите, так на этом, знаете, что-то произошло. И что-то происходило с вашим участием. Мне кажется, вашему бюро это было бы просто интересно и полезно. Ну, как минимум. А можно объективно посмотреть, тут же есть какие-то цифры, документы, количество людей. Да, да. Какая-то... И это интересно именно потому, что эта территория, она входит в историю, как территорию, на которую архитекторы обращали особенное внимание, как на район. История российской архитектуры есть. Есть бюро, которое называется как территория. И оно продолжает это делать. Ну, то есть, есть какой-то цикл 30-летний, потом еще раз на это посмотрели, и из этого родилось какое-то знание. То есть, сам этот опыт является объектом исследования? Конечно. А больше ничего и не нужно. Ну, хотя бы, хотя бы это... Вот то, чем мы сейчас занимаемся, мы пытаемся адрексировать этот опыт. Спасибо большое. Спасибо. Была очень бурная дискуссия 10 лет назад. По Остоженке. По Остоженке, да. Просто все говорили, что это мертвая территория, это золотая миля, там никто не живет, и вообще архитекторы глупые. Ужасно все раздражало, потому что, во-первых, никто не слушал нашего мнения, никто не интересовался ни вами, ни нами. А почему, а что, из-за чего, да, в общем, никто и не пытался разобраться. На самом деле, я считаю, что с точки зрения строительства, или там, воссоздания, или жизни, жизни старого города по новым законам, мне кажется, что это практически почти образцово-показательная такая нелегативная ценность. В наших условиях, да, лучше нет. Да, почти образцово-показательная территория, которая максимально, максимально перелицевалась, да, заменилась старую архитектуру на новую. Но при этом, облик изменился, но все равно ощущение, что ты находишься в историческом городе, за счет материалов, за счет масштаба, за счет хорошей архитектуры, за счет сохранившейся пропорции переулков, там их кривизны, геометрии, вот этой всей средневековости, которой нам не хватает в Москве, вот эти с этими гигантскими проспектами, даже, в общем, другого района такого, ну, может быть, там на Таганке немножко, может быть, на Покровке, где-то, вот несколько таких кусочков московских территорий, но там гораздо все хуже, потому что там очень много плохой архитектуры современной, там гигантских масштабов, какие-то сундуки. Ну, вообще, такой феномен, он все-таки произошел вот именно редроразвитие. Редроразвитие. Редроразвитие, да, то есть то, что... Место не потеряло уникальность в результате. Не потеряло уникальность. Как территория, это территория изначально уникальна, и слава Богу, что это качество и осталось, потому что география, там, геометрия река, там, островы Капришисенко, монастырь, храм Христа Спасителя, вот это все, все, там, кепушек, ну, короче, все, что вот есть, оно не отвалилось в результате вот этой реконструкции. Не потерялось в новом. Нет, 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 нет. Вот, когда основываясь на таком единичном модуле, там, владея, вот, как, она не потеряла этой гибкости развития, разнообразности, вот, вот, пути, вариабельности пути развития, поэтому... Не перекрытых, да. Не перекрытых, да. Да, да. То есть она не приобрела, может быть, крупных городских ансамблей в силу своей крайности. А это как раз и вредно было. Да, но именно это ее особенность. Масштаб владений говорит о том, что эта живая клетка, как бы, способна регенерировать. Сохранили живую клетку. Клетку тканей. Да, и это самый главный, как бы, вот, момент в этом проекте. Мы поняли, что спроектировать улицу куда интереснее, чем отдельный объект. А здесь столько улиц, и они все, вот, как бы, заново спроектированы. Но, поскольку они следуют старому следу, это обогащает. Это дало, как бы, новую жизнь тому, что здесь не потеряно. Именно вот геометрия этих улиц, прежде всего. На взгляд каждого из вас, какие стратегии позволят этой территории двинуть ее дальше? Какие стратегии развития? Это вопрос несколько раз касались, подходили к этому вопросу. Да, сразу к сторонам. Почему? Ну, во-первых, ее характеристика как периферийная. С одной стороны, очень уникальная. Это коллекция очень разнообразных средств. Тут серьезный рельеф, прямо такой очень крутой. Здесь складка рельеф. Легенда центрового района, ощущения периферийные. Да, легенда центрового района в силу уникальности. И храм Христа, и здесь огромные доходные дома, и монастырь, и там еще и между бульварным и садовым кольцом. Все прекрасно. Но есть ощущение, что что-то здесь не работает. Мне кажется, что ключом к этому является набережная Москва-река. С одной стороны, это огромное преимущество, близость к реке. С другой стороны, всегда у реки затухает активность. Во-первых, потому что это половина улицы, не как Остоженко, а только одна часть. Второе, это все-таки городская магистраль, которая всегда была очень шумной, и ей на пользу пошло сечение на несколько перекрызков. Она успокоилась. Там где-то по возможности расширился тротуар, и возникли зачатки общественной жизни. Даже опять деревья появились, и какое-то освещение. Я даже несколько фотографий сделал утром, когда много людей идет по этой набережной к этому бывшему техникуму. А это на минуточку уже не техникум Аран Хиггс. И здесь вообще совершенно другие возникают магниты на этой набережной. Так вот, когда включится магнит, достаточно активная цепочка магнитов на набережной. То есть можно создавать магниты на набережной? Ну, для любого тока всегда нужен полюс. Там плюс-минус. То есть должен быть потенциал. Потенциал есть на Остоженке. Это всегда отстающая была территория. Усилиями в том числе архитекторов. Сережа построил здесь очень дорогой дом с видом на Кремль. Здесь еще есть дома разного качества тоже. В прекрасной визуальной связи с Кремлем. Напротив развивается набережная. То есть у набережной есть потенциал, но в нем не хватает тех аттракторов, которые бы позволили этому двигаться. Значит, твоя стратегия городские аттракторы... Я их не предлагаю. Я не хочу их навязывать. Но когда они возникнут, естественным путем возникнет ток. И тогда путешествие за Остоженки на набережной... Значит, твоя стратегия ждать естественного возникновения аттракторов. Я не могу сделать... Ну, давайте мы все соберемся и откроем здесь ресторан. Это будет очень хорошая идея для того, чтобы притащить людей с Остоженки в наш ресторан. Корабьина будет у нас. Да, Костас. Так. Нет, я про другое. Остальное очень важное, то, что ты сказал, Юра, исследование. Потому что надо все-таки понять, что произошло. Мы сейчас сделали экспресс-исследование. Просто сам потенциал поселка, ну, поселка, это было годно. По фрейду. Оговорка. Оговорка района между Бульварным и Садовым кольцом, просто в двух шагах от Кремля, это уже хорошее родословное для того, чтобы у него было будущее. Ну, хорошо, ответ зачитывается. Я по-прежнему говорю, что не все еще случилось здесь, что может случиться. Оно случится. Ну, то есть это вопрос к судьбе? Это к жизни вопрос. Посмотрим на это место. Всегда Валера делал. Вот громадный объект, который может перетянуть на себя очень много чего. Стратегия Нострадам. То, что на той стороне, вот весь этот дом художника, набежная, который там все развелось еще не до конца, музеон, там вот все эти дела, да, там гигантская территория. Воспринимается как другой мир. Абсолютно. Именно поэтому вот здесь появятся пешеходные мосты. Заживет новая жизнь. Вот эта вот связь абсолютно. Да, и этот пешеходный мост был. Но они, с другой стороны, говорят, служу в архистов. Это бесполезно. Там была бы Белегородская плотина, след всегда остается. Кстати, вот это стратегия. Это стратегия, конечно. Мост это. На самом деле, я могу тут продолжить. Можно говорить о том, что если усилится какая-то воля города, и город сможет определять какие-то сценарии, возможно, снова как-то можно говорить об этих связях. Они еще не до конца заросли. И, в принципе, что-то можно... Ну, здесь есть характерный... Вот этот разлив остался, да. Вы настаиваете на том, что нужно пешеходные связи проработать и добиться того, чтобы они... Может, где-то этот вопрос не отдастся? Ощущение, что их достаточно. Вот реально достаточно. Улиц достаточно. Там вот не в этом направлении важно. Здесь интересно вот именно вот так ходить, а не прямо. В смысле дворами? Да, да. Нет, дворами, нет, креулками. Креулками. В смысле этого вот нашего дома с общественными, там, с торговыми первыми этажами, он живет не очень активно. И, в общем, они уже прошло там три, сколько там, наверное, пять. То, как он построен, арендаторы все время меняются, и часть не продана. Это, в общем, сигнал к тому, что действительно сюда эта активность не дошла. В какой-то момент мы думали, что здесь надо запрятать транспорт под набережную, сделать набережную пешеходную в чистом виде. Хорошую, да. Мы когда, кстати, проектировали эту штуку, и когда вот эту рисовали, здесь же предполагалась вторая набережная. Это готовился проект, где показывал школу для того, чтобы все здания по набережной подсоединить, мало того, значит, туда вот, загрузить. Сделать пешеходную, транспорт пустить вот рядом. По консоли, где полосы, да, с развязками. И вот одно место, по-моему, здесь, второе там должно было быть где-то здесь для выезда. Потому что у Крымля, кто не дал бы, и так далее. Была очень хорошая история, но это совсем будущее. Ну, конечно. Я бы отметил масштаб более локального характера, рекреационного характера, да, характера благоустройства. Это все-таки, может быть, где-то удастся с течением времени прокурорять те зеленые бульвары и маршруты, которые были в нашем первом проекте заложены, которые вот в поперечном управлении пронизывали вот эту территорию. Пешеходные маршруты через арки, через какие-то, да, вот эти вот капилляры зеленые такие. Они для прогулок с собачкой, вечерних прогулок с собачкой. Для того, чтобы жизнь имела слоительность и по времени, и по направлению слоительность. Та проблема очевидная, с которой столкнулись жители района, это то, что риэлторы представили как золотую милю, очень зеленый район, а когда люди приезжают покупать квартиры, они видят, что, допустим, зелени мало, реально, вот мало. Надо решать эту проблему, надо составить некую какую-то все-таки экологическую карту авторию, на будущее, конечно. Если все-таки есть какие-то возможности где-то что-то за счет города выкупить, сломать и освободить это место для зеленых каких-то артерий, каких-то там маленьких бульваров или каких-то маленьких скверов, или, например, вместо этого там снести и построить в этом месте просто действительно маленький сквер, парк, или где-то еще там попытаться где-то там, в общем, здесь нормально, но сделать вот эти связи, сделать вот эту продуваемость этой территории. Второй момент. Мне кажется, что здесь нужна некая культурная такая фиксация самых удачных каких-то архитектурных произведений. Ну, не разрешать их, не знаю, там, к сносу, но, в общем, некая основа для того, чтобы они потом стали памятниками архитектуры. Ну, в том числе, объекты современной архитектуры. Ну, я про их... Реставрации теми же материалами. Нет, ну, здесь есть, я думаю, что десятка-два зданий, которые, ну, стоит сохранить для истории. Не говорю про историю, про реставерские здания. Потому что вот, когда начнется вторая волна, вот как пошло, да, то есть есть вещи, которые... С чем же? Например, там, ну, вот, мне кажется, нельзя сносить этот банк. Но это будет тормозом для развития. Потому что вот взяли в Африке какое-то, этот самый, поселение историческое объявили памятниками ЮНЕСКО, они так могли развивать его, пристраивать там патками, армировать, пристраивать новые, значит, там... Хватит башни. А так, второе, я бы, значит, категорически просто ввел бы на эту территорию вот этот вот высотный и плотностной регламент для того, чтобы просто не уничтожить эту идентичность. Чтобы в дальнейшем не уничтожить. В дальнейшем, да. То есть ты не хочешь здесь уплотнять, ты в других местах. Ни в коем случае. На эту территорию надо нанести какой-то охранный статус по плотностям, по рекламентам и так далее. Каждый из вас с этой территорией связан многими годами, каким-то особым отношением. Можно сказать, что вы уже часть этой территории, а эта территория часть, огромная часть вашей жизни. Есть ли какие-то ожидания у кого-то? Ну, у меня есть ожидания. Ну, поделись. Хотел бы сделать больше на этой территории, чем я сделал. Я бы хотел, я даже не знаю, как это назвать. Я бы хотел, это какой-то такой... Пожалуйста, или Юра, или вы, или там, или я. Вот больше никто, пожалуйста. Я объясню почему. Потому что, ну, есть элемент доверия и понимания, что будет хороший проект. Это, может быть, не было мечтой, но мы это не только допускали. Мы об этом думали, что эта территория должна осваиваться лучшими, да, вот... Таким клубом архитектуры. Да, хорошим клубом. Кстати, мечта, между прочим, это не мечта. Кто будет лучше? Такой регламент существует, он негласный, но он существует в очень многих городах. Если говорить о мечте, это мечта. А, ну, а твои прогнозы для ожидания? Ну, это ностальгия, или там романтика, или даже сентиментальность, да, что ты идешь по переулку, все-таки там встречаешь людей, и там есть какой-то свет, и они просто пустота, и какое-то уныние. И мне кажется, что это часть городской жизни, вот почему-то в нашей памяти, знаешь, часто бывают в детстве такие воспоминания, что ты идешь по городу, и это, впереди у тебя счастье. Знаешь, когда там есть, там дарится свет. Вот здесь торгово нет ощущения. Пока нет. Ощущения счастья здесь пока нет. Мои ожидания, это все-таки поднятие градуса вот этой жизни, ну, городской, которую здесь важно делать. А я хочу сказать, что этот район развивался так или иначе, там, до 14-го года. Как мог, да, так вся Москва развивалась на протяжении, там, нескольких сотен лет, да. Потом вдруг на 70 лет все замерло. Прошло всего 15 лет, на самом деле, воплощения этой программы. Это очень юное место. И надо думать, что ему можно простить некоторые недозрелости. Территория проблемная, но, вообще говоря, вспомним, что это самый успешный пример в Москве, а, знаешь, в стране. Потому что вся страна равняется на Москву. А в Москве ничего успешнее мы не найдем. Вот при всех этих... И целостнее, в общем. И целостнее. И того, что, да, в общем-то, ну, появились здесь некоторые тромбы в этой кроменосной, но они не наросли. Наряду с тем, чтобы какие-то регламентные куски зафиксировать как историю, поскольку это уникальный эксперимент. Как хрущевки бы хорошо такое оставить, кварталы, или еще какой-то фрагмент. Потому что город слоист во времени, да. То есть каждое время должно оставлять свои... Как жалко, что национальность не слит. Это как книга с множеством страниц. Поэтому здесь я бы одновременно с этим, я бы, наоборот, открыл поворот для молодых команд высокого, как бы, качества и уровня архитектуры. Но мне кажется, это рынок должен сделать, архитектурный рынок. И стабильное экономическое развитие вообще страны, приток денег, приток денег обеспечит повышение качества строительства здесь, эстетики, да. Я благодарю всех вместе и каждого по отдельности. Может быть, мы ничего нового не сформулировали, но надеюсь, что вот людям, которые будут это смотреть, станет понятнее про эту территорию. И, может быть, они на нее посмотрят как под другим углом, да. И, может быть, те социальные заказы, которых мы ждем, социальные заказы, они же, ну, назревают-то в обществе, может быть, что-то и в этом смысле будет полезное. Что-то мне подсказывает, что и у всех присутствующих еще много чего впереди. Спасибо. 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 Спасибо.